Всех приветствую на своем канале. Наконец-то я все-таки взяла себя за жабры, чтобы записать это видео, вопросов и ответов. Накопилось в вопросах больше 20 штук, и я их, как обычно, записала себе на бумажку. Вот сейчас где-то сейчас, наверное, сидела и пролистывала монитор комментариев на ютубе. В общем, начну я, пожалуй, с приветов. В этот раз их всего лишь два. И я подозреваю, что я сегодня все-таки напишу еще одно видео, и, скорее всего, в этом вашем АСМР. Тех, кто его не понимает, на будущее предупрежу, что его надо будет вам, если решите посмотреть, посмотреть его в наушниках. Там у меня будет внезапный обзор чего-то купленного в фикс-прайсе, где я сегодня была. Ну, в общем, ездила я в один район города и по пути заодно зашла в магазин. В общем, начну я с приветов. Привет, в общем, приветы Ане Бронниковой. Надеюсь, правильное ударение я все произнесла, и подозреваю, что все-таки Агнеска. Девушка, писавшая мне на английском, потом, кажется, на польском в комментариях, потом на транслите. В общем, если я тебя правильно произнесла, то привет тебе. И Ане тоже. Ну, и, соответственно, вот бумажка, я там ник переписала. Ну, я надеюсь, там видно. Да, тут у меня это альбомчик такой был. Альбомчику 100 лет. Я его даже, по-моему, перерисовывала когда-то в детстве. Так, ну и перехожу я к этим самым... Ой, сейчас упадет. Вопросом. Где-то в каменках было что-то там по поводу моего притесона насчет пробора. Я не помню, какой там именно пробор путаю. Я лево и право когда на голове это делаю. Но какой-то пробор у меня был в детстве. Лет до 20, наверное, у меня был пробор то ли здесь, то ли там. И после того, как я умудрилась на физиономию наложить вот эту вот масочку, а потом ее смыть, то у меня слегка волосы чуть помочились, и чуть-чуть маски... Короче, пришлось мне их как-то зачесать. Сейчас я сделала вот такой перечесон. Не знаю, как, нормально, ненормально. Ну, да ладно. В общем, пожалуй, начнем. Первый вопрос. Кто такая Женя? Женя та девочка, которая меня стрижет и красит последние три года. Ну, последний раз я, правда, стриглась парикмахерской. В общем, это моя подружка живет. Она на левом берегу. У нас город делится на два берега. Я, соответственно, на правом живу, где такое все цивилизованное и то-се. А она на левом, где очень большое количество частного сектора. Так, второе. Да, кстати, тут у меня написано. Это информация для шестого билета была к нашим госам. Вообще, какая-то лекция очередная. На другой стороне как раз была белая бумажка. Второй вопрос. Что нужно сделать, чтобы набрать подписчиков? Ну, меня вообще что я там делала? Да, я считаю, что надо репостить свое видео. Ну, там, допустим, в социальной сети, по блогам, по форумам, где вы там бываете. Как еще можно сделать? Некоторые, когда я начинала снимать все эти обзоры, ну, канал-то у меня 2008 года, но вот обзоры я начала снимать, как мы с Аленкой выяснили, Аленка, я с этим, я смотрю, что привет тебя. Спасибо за наводку, ну, в смысле, что именно с Аленкиного пятка я этим всем стал заниматься 22 июня. 22 июня, значит, будет год тому, как я снимаю эти обзоры. В общем, когда я их начала снимать, то у меня были там в комментариях люди писали иногда. Вообще, я тут себе шпаргалки написала, могу даже перечитать. Как вариант, можно скакать по чужим каналам с хуже тематики и писать в комментариях. Подписалась, жду взаимности. Да, я никого не хочу, конечно, обидеть, я просто, ну, как вариант, чтобы себя продвигать, что, в принципе, если вы это где-то написали, то есть где-то, ну, один к двум, что на ваш канал кто-нибудь клюнет и пройдут по ссылке, в смысле, посмотрят видео, и если им понравится, то запишут. Ну, и, соответственно, можно как-то интересно оформить канал, там что-то еще вот там, там картинка такая, что вот здесь вот там видео такое-то, здесь видео такое-то, плейлисты как-то пораскидывать. Ну, вообще, я думаю, что надо просто пораскидывать себя, сделали видео, загрузили, там, допустим, репостнули в Твиттер, в ВКонтакте, еще в какую-нибудь социальную сеть. Я думаю, как-нибудь да, но это понабежит. Так, третий вопрос. Как я отношусь к косметике масс-маркет? Я так поняла, масс-маркет это то, что, ну, вот, допустим, вот это вот, купленное в магните. Я вполне нормально к ней отношусь, периодически я ее пользую и периодически покупаю. И, забегая вперед, это будет в следующем видео, я очень, в общем, одно время мне очень нравилось пользоваться маркой Маграф. Еще до того, как я стала заниматься Эйвоном, когда-то там вообще покупать что-то, и Фрошей, и Гринмамой, я пользовалась в основном Маграф, она мне очень нравилась. Она у нас продавалась в единственном магазине в одном, тогда назывался Добрин, а потом куда-то исчезла, потом снова появилась. Мне нравились и гели для душа, и шампунь, и молочко для лица и тела, и крема для рук и ног. Сейчас это можно купить в основном в сети Фикс Прайс, но, в принципе, она неплохая, она мне очень нравится. Это марка, я периодически ее покупаю, ну, иногда покупаю, иногда... Еще мне очень нравилось, тогда у них только-только появилось, это лет, может, 10 назад, серия гелей для душа Клуб Путешественниц. Мне сейчас кажется, это еще и скрабы. В принципе, хорошо, в общем, отношусь к косметике масс-медиа. Так, четвертый. Так, угу. Если я в социальных сетях. Я есть в социальных сетях, и, в общем, ник у меня такой же, I will forever. Единственное, что в ВКонтакте я бываю чаще, чем в Одноклассниках. Одноклассники у меня в основном для родственничков, там кто-то кому-то что-то написать. Ну, и, в принципе, я-то туда захожу, добавляю, если вы там добавляетесь, и, отвечая, если вы мне пишете. В основном я сижу, конечно, ВКонтакте. ВКонтакте я в свое время делала с пинка моей подружки, когда он только-только появился. Она уехала в Москву учиться, подружка Ксюшка, и меня уговаривала, что, типа, Лёля, есть такой контакт, там есть какая-то стена, на ней можно писать, общаться. То есть, в общем, через полтора года, как контакт создался, уже другая моя подружка, поняв, что бесполезно меня уговаривать, она сделала просто на мой тогдашний e-mail на Рамблере, тогда еще у меня был мыло. И она это, в общем, меня зарегистрировала, так у меня появилась страничка ВКонтакте, она где-то с осени 2007 года. Я ее в основном пользую, там, по-моему, Денис, как я сегодня поняла, не Н, а Б. Привет тебе еще раз, если ты уже как-то смотришь. Что-то там возмущался по поводу, что у меня очень много фотографий, я контакт в свое время использовала как склад. В общем, я туда скидывала фотографии, еще до того, как стала пользоваться Яндекс.Фотками. У меня там моя аудюшка скинута, еще какая-то хрень. Ну, а потом я его стала юзать просто как средство общения, потому что большая часть друзей или разъехалась, или как-то так, и чаще общались по сети, чем в реале. В общем, так. А, еще по поводу, если я в социальных сетях, на самом деле, если вы ткнетесь мышкой на канал, там вот где вот вся такая информация, где там мое какое-то приветствие, типа я такая-то такая, это веду такой-то, такой-то канал. Там есть внизу ссылочки, там есть на стихиру ссылочка, которая, в принципе, на основной страничке канала, где вот эти видосики приветственные, видно, потом Google+, там как раз ссылка, и как раз ссылка на ВКонтакте, я не помню насчет одноклассников, но ВКонтакте там точно есть ссылка. Так что, если вам интересно, просто не ленитесь, стыркайтесь туда. Хотя мне несложно вам отвечать в комментариях на это. Так, пятое, что за Глеб? Глеб Геннадьевич Мальцев, он же Печизма, то бишь создавший группу Печизма, мой очень хороший друг, про него видео будет чуть позже, ну, в смысле, не сегодня, конечно, но я постараюсь его записать в ближайшие дни, потому что был запрос на именно эту тему, и кто такой Глеб? Глеб Мальцев, эсперантист, полинаркоман, все-таки я это сказала. Так, а еще скрипач, пианист и играет на какой-то фигне по типу гитары. Я подозреваю, что на гитаре он тоже сможет играть. Короче, такой своего рода универс, он очень-очень классный чувак, и я могу, он у меня есть вообще в моих подписках, если вы кинетесь на канал, то можете увидеть там Печизма, вот это его канал. Вообще, я, может быть, сделаю ссылку под видео на его канал. Так, сейчас он живет, соответственно, в этой самой, в Литве, в Каунасе. Куда я когда-нибудь, надеюсь, доеду и зайду в музей черта. Так, шестой вопрос. Как произносится название моего канала? I will forever. Можно в одно слово, но вообще изначально это мой литературный псевдоним. I will forever. Так, R на конце читается. Это в моем произношении. На самом деле там, по-моему, они читаются. Так, седьмой вопрос. А почему у вас только обезьяны? Я их коллекционирую. Восьмой вопрос. Почему именно обезьяны? Потому что они мне нравятся. Они похожи на маленьких негритят и на маленьких человечек. Не знаю, они мне очень нравятся. И мне даже нравятся больше, чем человеческие дети. Так, девятый. Что за пятна на руках? Первое. Я ищу пятый угол. Если будет комната круглая, я все равно найду пятый угол. Я, в принципе, на ногах. Они бывают еще где-нибудь. Иногда я шандарахаюсь головой. Чаще всего я в последнее время шандарахаюсь об свой компьютерный стол, на котором стоит вот этот вот фотик на всей этой баррикаде из книжек. Второй вариант. Чаще всего это следы от плечиков, потому что иногда у меня бывают сбои в питании в моем режиме. Или я что-то не то съела. Или я не выспалась. Или это все вместе совпало. Или просто погода так сложилась, что мой организм решил, что он сегодня помирает. А помирает он обычно... Ну, он часто помирает. Так, и третье. Это вот летом меня, допустим, кусают комары. Гады такие. Десятый вопрос. Кем вы работаете? На данный момент я фрилансер. Иногда я работаю ушами. То бишь в роли домашнего психолога. И в основном дистанционно. Ну, еще батрачу за спасибо, потому что пока что мы все батрачим за спасибо, в Рейндропс, в роли переводчика и редактора. Если вам интересно, и вы любите мангу, то подписывайтесь. Ну, в общем, приходите в нашу группу и читайте нас на Ридманге. Что там еще? Ну, да, я еще по компьютеру шабашу. И всякой такой фигней. Ну, чем фрилансеры обычно занимаются. Что такое ASMR? Так, мой ответ. Я его даже прочитаю. Я записала себе. Некая странная, тихая, шуршащая фигня, вызывающая у людей мурашки. У меня не вызывают. Вывод. Леля не людь. Короче, какая-то хрень, от которой люди тащатся. Я так поняла, что она сейчас набирает популярность. Я ее совершенно не понимаю. А есть вещи, которые, если я чем-то занимаюсь, то стараюсь их до конца досконально понять. Тогда они у меня получаются в идеале. Допустим, я в свое время была в мотоклубе в 2004 году, когда мне было 20 лет. Мне очень нравились мотоциклы. Они мне до сих пор нравятся. Ну, я, в принципе, меня... Девчонок там вообще как-то не подпускали вниз с мотоциклом. Типа, испачкайтесь или еще что-то. У нас было двухотажное такое помещение, где снималось это все. И, в общем, я просто их рисовала. Но рисовала, изучила. Там у меня были подшивки мото. Я в прошлом году, то говорить там по поводу моего хлама, люди просто не видели, что у меня было. У меня было за несколько лет подшивок мото с 2002 года по 2006. Я его выписывала, покупала. У меня был фрик-байк или байк-фрик, я не помню журнал. Ну, в общем, куча такой хренатеней. Но она не горит. Точнее, такая бумага плохо горит. Я бумагу, весь бумажный мусор сношу в сад на сожжение. В общем, и, короче говоря, я его просто вынесла на помойку. Выкинула. Там, может, кто-нибудь подобрал. Я изучила досконально этот мотоцикл, что к чему соединяется, и тому подобное. Различала уже по виду, по звуку и наших тогдашних мальчиков, и вообще мотоциклы. Ну и, соответственно, понимала. Вот это меня радует. Когда есть что-то, чего я не могу понять, а мне надо это понять, это меня так бесит. Вот ASMR, это вот именно то, видимо, исключение, которое я сколько ни пытаюсь понять, понять не могу. Так. 12. Почему я не отращиваю волосы? На самом деле я их отращиваю. Просто в этот раз меня стригли в парикмахерской, а в парикмахерской обычно меня стригут. У меня волосы потом секутся. В этот раз у меня волосы не секутся, но они не растут. Очень-очень медленно растут. Маски для волос я делаю этими маслами. Я там голову фигачу, в общем, и витамины пью, и прочую фигню, но вот что-то они не растут. Точнее, они очень медленно растут. В принципе, я их отращиваю. Если вопрос возникает последствием, почему они у меня короткие, я их в свое время красила всем подряд, и просто уже ждала, когда же у меня это все отрастет. И под конец уже просто состригла все, что было такое окрашено, и оставила чисто мои, поэтому они вот были короткие. Так. Тринадцатый вопрос. Кстати, в этот раз я никак в первый обзор вопрос-ответов перепустила там, как я своими каракулями что-то написала. В этот раз я очень четко себе написала. У меня все по порядку. Никаких лишних цифр и вопросов. Тринадцатый, значит. Как можно жить в таком бедламе? Люди, если вы по натуре свободные художники, то вам очень нормально жить в таком бедламе. Так, четырнадцать. Кто такой Вениамин Один и почему он такое пишет обо мне в ЖЖ? Это сетевой тролль с уклоном или закосом под искусствоведом. Он пишет такое не только про меня, он пишет такое про Михаила Вербицкого. Это основатель, можно так сказать, блога, где я плююсь ненавистью и пишу со своей дыбры и злыбры. И куда меня привел Глеб Мальцев? Он пишет и так же и про Глеба. Он много про кого пишет. Так, обычный. Его надо воспринимать с юмором. Я к нему иногда захожу, если у него там есть моя фамилия, я читаю. Если у него нет моей фамилии, но где-то я местами упоминаю себя, читаю по диагонали, если у меня совсем нет, то я не читаю. Но захожу чисто поражать к нему. Так, пятое. Мужчина моей мечты. Так, кстати, что у нас там со временем? Мужчина моей мечты. Так, у меня что-то еще есть. У меня есть, по-моему, 14 минут. Как раз 15 вопрос. Мужчина моей мечты. В общем, я долго думала, 3 дня думала на эту тему, как бы это так сказать, чтобы и понятно было, и при этом я объяснять не умею. Ну, в общем, чтобы до всех дошло. Так, я даже записала. На данный момент по поводу внешности и характера, вот типаж такой, это Шин Савада. Манго, который я читаю в последнее время, Гокусен, или же первый сезон, Дорамы, тоже Гокусен, но там в Дораме, соответственно, играет такой китайский, японский, азиатский мальчик. Офигительный Дзюн, я не помню фамилию. Как-то все-таки Дзюна его звали. В общем, если вам интересно, просто ткнитесь туда на первый сезон, на какую-нибудь там, даже на первую серию, там вот этого Шин Савада увидите. Ну, и сразу понятно, вот весь этот типаж по структуре. Ну, соответственно, чтобы он где-нибудь, я метр 162, да, чтобы он был хотя бы метр 80-180 сантиметров, да, это минимальное. Ну, соответственно, чтобы он умел готовить и любил готовить. В идеале вязал шарфики. Дима, ты меня вряд ли смортишь, но в всякий случай тебе привет. Вязал шарфик и, короче, играл на пианино. Конечно, необязательные музыкальные инструменты, ну, понимал там в технике. Короче, чтобы он был универсом. Ну, да, я хочу Бога, и что такого? У меня всегда, все, с кем я когда-либо встречалась, или типа того, они были именно универсы. Я так их называю, таких людей. Так, ну, и попутно там было, что, типа, жить долго и счастливо вместе и тому подобное. Ну, вот у меня с этим будет, наверное, проблема. Мне такого человека даже настолько идеального. Сейчас я зиму, извиняюсь. Надо раньше ложиться спать. Короче, просто еще такая жара сегодня. У нас была плюс 27 в теньке. Я так умудохала, что собирала из гостей. В результате никуда не отчалила. В общем, чтобы я его видела, ну, в среднем 3 раза в неделю. Максимум 5 раз в неделю больше я не выдержу. Даже с учетом, что это идеальный мужчина Люли. Так, 16 вопрос. Какой подарок был самым запоминающимся? Это моя первая обезьянка Жаконя, которую мне мама подарила, когда мне было 3 года. Почему именно обезьянка? С нее, соответственно, пошла коллекция. Потому что потом мама сшила мне обезьянку Читу и обезьянку Джуди. А дальше уже пошло-поехало. Вот она до сих пор живая. Шкурка на ней уже сшитая мамой. Потому что там шкурка уже обтрепалась. Ну, никакой соски уже нет, потому что это обезьянка. Слушайте, ей 29 лет. Столько не живут люди. Еще второй, наверное, подарок, но я его не достала. Это кольцо, которое мне подарили родители на 8 лет. Серебряное мое первое кольцо. Наверное, вот этот вот браслет. Да, я падка на серебро. Мне его родственники подарили на мое 30-летие. Тут гранаты и фианиты. Блин, я даже не знаю еще что. Ну, наверное, это вот как-то так вот. Так, может, я что-то еще забыла. Какой-то еще подарок. Ну, не все же я могу помнить. Так, что-то у нас. 17. С кем я живу и в каком городе? Я живу с бабушкой. Ей 80. Ну, в общем, в сентябре ей будет 89 лет. И живу я в городе Угличе. Это Ярославская область. 200 километров от МКАДа. То бишь, от Москвы. И 100 километров от Ярославля. 18 вопрос. Как перестать умновать парня? В общем, допустим, ты когда-то как-то жила до парня. У тебя были какие-то увлечения. Я считаю, что просто надо себя как-то занять. У меня есть подруга. Она страдает мониторингом, когда ее там молодой человек где-то что-то не в сети или не дома, или она с ним не общается. Я считаю, что это неправильно. Я ее пытаюсь переубедить, но пока бесполезно. Я считаю, что надо просто заняться каким-то делом. Было же какое-то увлечение у тебя до того, как ты стала с ним встречаться. И потом, ну, все-таки ревность – это недоверие. Если ты ему не доверяешь, значит, ты сомневаешься в себе в первую очередь. Значит, ты как-то думаешь, применяешь. Я считаю, что ты применяешь на себя, значит, если человек ревнует, то он, значит, думает, оправдывает себя тем, что, допустим, да, я тоже могу там сходить налево, значит, поэтому я буду его ревновать. Короче, ревность – это недоверие в какой-то степени. Ну, в принципе, так и есть. Считается, что типа ревнует, значит, любит. Но на самом деле все-таки это недоверие. И я считаю, что это очень много свободного времени у человека. Поэтому возникает всякая дурь, резет в голову, соответственно, ты начинаешь ревновать. Я считаю, что просто надо попробовать чем-то себя занять. Если нет какого-то увлечения, то попробуйте его найти. Посчитайте мангу. Ну, я надеюсь, я удовлетворила ответ. Ну, в общем, мой ответ удовлетворил этот вопрос. Девятнадцатый. В чем… А, вот. В чем смысл креативной составляющей конкурса? В последний момент, где-то пару дней назад, я поняла, что все-таки действительно в чем-то должен быть смысл. Поэтому я поднапрягла несколько человек из подписки, которые не участвуют в конкурсе. Но, в принципе, считается, что вроде как мнение подписчиков получается, что вполне себе объективное мнение, просмотреть все вот эти репосты людей, которые сделали эти репосты этого видео, участников конкурса, и выбрать разных человек. Соответственно, они не знали, что там еще кто-то есть и в разных местах они живут. Соответственно, и еще одну мою подругу, которая иногда смотрит просто то, что ей интересно, но подписчиком не является. и выбрать, в общем, тех, кто им нравится. И пока что совпадают там мнения по поводу одного человека. В общем, второй победитель получит от меня тоже один очень интересный подарок, тоже косметической направленности. Какой это пока секрет? Я надеюсь, что все-таки удовлетворил. В общем, один будет рандом, да, определяться, то бишь, машинным методом тыка, а другой будет определен именно мнением жюри беспристрастного. Так, надеюсь, никого не обижу. 20. Лёля это Оля, да, Лёля это Оля. Моя мама, маму мою звали Лена, она назвала меня Олей, потому что, как она считала, Ольга, Оля, да, Оля это Лёля, а Лёля это Лена. Как-то так. Иногда в школе меня называли Лена. В принципе, я не против, лишь бы в печку не ставили. 21 вопрос. Кто я по образованию? Я по образованию библиотекарь и культуролог. Это вот корочки средняя специальная и высшая. Ну, там ещё пара каких-то бумажек по курсам, по компьютерам, ещё каким-то там. 22 вопрос. У вас есть парень или муж? Нет, я в пассивном поиске. Ну, есть же статус ВКонтакте в активном поиске. Почему нет статуса ВКонтакте в пассивном поиске? То бишь, я никого специально не ищу, но если вдруг на моём пути встретится человек, и он мне взаимно понравится, то почему бы и нет? На данный момент мне никто не нравится. Так, ну, в смысле, в плане как парень. 23 вопрос. Кто я по гороскопу? Водолей. 24 вопрос. Почему? Руки дрожат. Я бухаю, бухаю, бухаю. На самом деле это последствия ДТП. Так. Что тут у нас ещё? 25 вопрос. Как переводится Айва Форевер? Айва это на языке аквению маленькая птичка, либо птичка просто. Ну, Форевер, соответственно, навсегда. Правда, там R на конце вроде не читается, я уж не помню. Извиняюсь за кашель. На самом деле я когда-то, когда поступала в кулек, кстати, надо глянуть опять это чёртово время. Ой. Да, что-то у меня там 6 минут вроде как остаётся. Я только сейчас поняла, какое именно надо смотреть, красное или белое. В общем, когда-то я поступала в кулек и тусила с толкинистами. Мне что-то пёрло по эльфам. Я тогда читала какую-то книжку в 15 лет или в 13. Мне мама сунула книжку вот этого толкия, там, Хоббит туда и обратно. Властелин колец я не осилила. Как-то только первый том прочитала. Само кино я вообще не осилила. Я на нём засыпала усиленно, чем раздражала, обижала всю тогдашнюю подружку, с которой училась в кульке. Эдельва её звали. Она как раз меня познакомила с толкинистами. Я называлась Крылатый эльф. И меня дико пёрло от слова forever. Она решила, что крылатых эльфов не бывает. Они мне промыли мозги. Как так? У Толкина нет крылатых эльфов. А я считала, что они с крылышками. Ну, там, в этой, кажется, в сказке какая-то была про маленькую девочку, как её деймовочка, да, там была. И у них вроде эльфы были с крылышками, такие бабочки. Ну, и они, короче, посовершались. Я уж не знаю, кто как выбирал, чего. Ну, мне выдали, погоняла Айва. Так я стала Айвой. Соответственно, я его соединила с forever. Ну, и это потом стало моим литературным псевдонимом AYVA Forever. На большинстве литературных сайтов у меня ник или AYVA Forever или просто при регистрации идёт AYVA Forever. Всё, он у меня везде. Или полным словом, или разделённая как AYVA Forever. Так, надеюсь, я вроде как ответила на вопрос и ничего не забыла. Такс, значит, что у нас там? 26-й. Вам 32 года? Да. По паспорту мне 32. На самом деле мне 1977 лет. Да, я хорошо сохранился. 27-й вопрос. Считаю ли я свою комнату красивой, уютной, убранной и приемлемой для девушки? Конечно. Я считаю, что это красивая, уютная и прибранная комната не только для девушки. Может, подойдёт и для мальчика. Так, 28-й вопрос. Про чему зубы не вставлю? На самом деле они у меня растут. У меня нет зубов только вот здесь, но он чуть наполовину вырос. Сейчас внизу, он один не выпал, другой ещё растёт. Так, молочный ещё в процессе. И вот здесь. Здесь у меня просто обломанные зубы, потому что они были наручными. Это были молочные. Ну и вот и всё. Я надеюсь, я вписалась в своё время. Да, там какие-то минуты, секунды совсем остались. И вот, короче, всё, что я хотела вам сказать на все ваши вопросы. Надеюсь, я удовлетворила ваше любопытство. Если у вас ещё есть какие-то вопросы, просто задавайте их в комментах. Я отвечу. Если вы досмотрели до конца, то я очень рада. Ну и до новых встреч. Пока.